Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, первое, что напрашивается, прям вот, так сказать, готова слететь с языка, сорваться с языка, это, собственно, зачем коллективы вас принимают. Ну, то есть коллектив, вообще говоря, коллектив, это крайне редкая в современном мире практически несуществующая формация социального. Подавляющее большинство современных социальных образований – это группы. Группа отличается единой целью, но отсутствие единства внутри коллектив – это единство. Если вот вы вспомните, в времена Советского Союза там была коллективизация. Там искусственно насильно пытались сделать людей в группах едиными. То есть, по сути, все одинаково. По сути, все люди живого организма. Они вот друг с другом взаимодействуют, они образуют единый живой организм коллектива. Сейчас такого нет. Практически. Подавляющее большинство, и в том числе в России – это группа. И группу объединяет только единая цель. Поэтому вы здесь, ну, я понимаю, что это, конечно, похоже на придирку, но нет, на самом деле, я не придираюсь. Я просто указываю вам, да, что вы хотите слиться. Вы хотите слияние. И слияние вы хотите, то есть раствориться в ком-то, вы не случайно. Вы не принимаете себя, вы отвергаете себя. Вы хотите, чтобы вас приняли другие, чтобы вас не отвергали другие люди. И в этом основная проблема. Я уже молчу о том, что рабочая сфера не умеется для того, чтобы решать свои личные проблемы. Все-таки личные проблемы – это проблемы для личной сферы, а рабочая сфера – это сфера работы. Нужно профессионально реализовываться. И вот перед вами два совершенно не взаимоисключающих друг друга пути. Первый путь – это профессиональная реализация. Это, наконец-таки, ориентирование на профессиональный интерес, на профессиональное развитие, на достижение профессиональных целей, решение профессиональных задач в той сфере, которую вы выбрали. Люди и группы здесь абсолютно не важны. Выполняют исключительно второстепенную роль. И второй путь – это решение личностных проблем, личностных противоречий. Это обретение нового видения себя и других, себя в мире других. И корректирование своего поведения, исходя из этого. Но это, Ольга, определенно работала. Опять же, есть требование, что меня должны принять. И если меня не принимают, то я плохая. Как вы приходите к мысли о том, что вы плохая? Как образуется подобное заключение? Что я плохая, вот потому что меня не приняло. С этим нужно разбираться. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.